Всем привет, друзья! С вами Глория Рай, и это новости и слухи о телепроекте Дом-2. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк за мою работу. Если верить свежей информации, Ирина Пинчук в очередной раз вернулась к прежней своей симпатии. Иру Пинчук дождался Артем Сорока на Доме-2, который всегда сохранял с ней дружеские отношения и опять возобновил свое ухаживание за брюнеткой. Раз Пинчук окончательно разочаровалась в своих прежних кавалерах, то почему бы и не взобновить ей флирт с Артемом Сорокой? Для создания пары и долгоиграющего сюжета у Пинчука Сороки есть все основания. Как думаете, Ира продолжает танцевать на граблях, что и очень свойственно? Или все-таки со стороны Артема Сороки старая любовь не ржавеет, и он дождался своей очереди построения отношений с Пинчук? Интересная бы получилась пара, как думаете? Делитесь своим мнением в комментариях. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель тепло поздравили дочку Василису с первым днем рождения, написав, что она перевернула их жизнь. Праздник состоялся в эфирах через неделю. Выяснена причина исчезновения Александра Черной из эфиров. Недавно в эфире Саша, внарядившись в свадебное платье, убеждает участников телепроекта Дом-2 пропустить их с Иосифом семью в следующий тур конкурса «Свадьба на миллион». Во время выпуска выяснилось, что Александра, оказывается, снова занялась своим здоровьем и прилагает максимум усилий для того, чтобы похудеть. Черно сообщила, что сейчас она следит за своим весом, питается правильно, лишь изредка позволяет себе лишнего, сладкого, но только в первой половине дня. Многие заметили и поняли, вот почему Черно в дневных эфирах так редко показывают в последнее время. Видимо, монтажеры не хотят шокировать зрителей «Диеты и Александры», вот и вырезают из эфиров кадры, запечатлевшие процессы правильного питания Сашеньки. Телеведущей Ольге Бузовой снова стало плохо после завершения выступления в одном из клубов. Фанаты обеспокоены, но Оля бодро выкладывает рекламу в соцсетях. Пока Алена Савкина и Илья Ябаров пытаются наладить отношения ради новорожденного сына, Маргарита Ларченко только и делает, что вставляет молодым родителям палки в колеса. Именно с подачи Марго не так давно разразился скандал из-за фамилии и отчества, которые Савкина дала сыну. И хотя в конечном итоге Алена изменила свое решение и теперь готова записать наследника на родного отца, для Маргариты это ничего не меняет. Зрители в очередной раз стали свидетелями того, как ловко Ларченко настраивает Илью против матери своего ребенка. Как выяснилось, теперь девушка уже не устраивает, что маленький Богдан получит отчество отца. Марго требует от своей предшественницы публичных извинений, ведь из-за нелестных высказываний Алены в адрес Ильи в глазах телезрителей он стал недоотцом. Судя по всему, Маргарита нашла стопроцентный верный способ устранить Савкину, прекрасно понимая, что Алена никогда не согласится просить прощения. Марго требует извинений. Рита наверняка обреждена, после этого Савкина и Ебаров разругаются окончательно и вряд ли смогут хоть когда-нибудь снова начать общаться мирно. Милена Безбородова поделилась своими впечатлениями после признания в любви Алексеем Безусом. «Честно, признался он еще в среду. Мы приехали в шоу, и мне было ужасно плохо. На лобное я не пошла и просто легла спать. После лобного Леша пришел уже ко мне спать, отчего я и проснулась. В итоге Леша лег рядом со мной и сказал «Я тебя люблю». Я была сонная и вообще ничего не поняла. Я говорю «Что, серьезно?» В итоге наутро он снова мне это сказал. «На самом деле от Леши я очень долго этого ждала. Ему понадобилось полгода отношений, чтобы это сказать. Он очень серьезно и трепетно относится к этим словам. Он не кидает их на ветер. Я рада, что встретила именно его в своей жизни. Спасибо ему за честность в мой адрес, за заботу и любовь». «Теперь, наконец-то, мы можем говорить друг другу о любви», – подчеркнула Милена. Юлия Ефременкова с Мандезиром отдыхают на Бали. Юля поделилась информацией. «Сегодня нам ровно месяц. Мы еще совсем маленькие и зеленые, но безумно счастливые. Спасибо, мой Мандезир, что так внезапно ворвался в мою жизнь, и она заиграла новыми красками». Многие фанаты Ирины Пинчук в последнее время выступили единым фронтом против новой пассии Романа Гриценко. Для улыбашки серьезным разочарованием стало решение Ромы вернуться к своей бывшей девушке. И хотя Пинчук догадывалась о наличии чувств Гриценко к Евгении, она вряд ли могла предположить, что Рома обойдется с ней таким образом, особенно на фоне слов Романа, что он никогда не посмеет обидеть Ирину. Как известно, Ирине Пинчук, чтобы побороть депрессию и справиться с эмоциональным потрясением, пришлось на некоторое время даже прекратить свое участие в молодежном телешоу. Впрочем, поддержать своего кумира ринулись многие фанаты Пинчук, дав понять таким образом, что выбор Гриценко пришелся далеко не всем по душе. Стоит заметить, что даже те зрители, кто не впечатлен Риной, не могут понять, что же Рома отыскал довольно невзрачной девушке, которой они считают Евгению. Например, насмешки фанатов вызваны достаточно большим ртом Шестаковой. Более того, самые ярые фанаты Пинчук и вовсе не выбирают слов, называя Женю никем иным, как страшилищем. Вчера, 1 апреля, на телешоу «Дом-2» пожаловала новая партия участников. Примечательно, что на этот раз часть новичков организаторы сразу заселили в комнаты, а по мере хода эфира отправляли в эти комнаты действующих участников. Зрители «Дома-2» возмущены. Они недовольны тем, как организаторы проекта делают рейтинги. Сейчас участников проекта запирают в комнатах, словно собак во время случки, буквально заставляя их строить отношения и заниматься волшебством. Ведущая Ксения Бородина продолжает рисковать жизнью ради красивых фото в Инстаграм. Как выяснилось, многомиллионная армия преданных поклонников Ксении осудила ее за то, что она рискует жизнью ради красочных снимков. Бородина никогда не скрывала тот факт, что очень любит снимать видеоролики и сторис для Инстаграм во время управления автомобилем. Время от времени звезда не только кривляется на камеру, поет, но и даже делает селфи, что очень пугает ее фанатов. Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя в микроблоге несколько коротких видеозаписей, на которых видно, что ведущая «Дома-2» снимает себя во время движения. В солнцезащитных очках сложно не заметить, что мимо Бородиной в этот момент проезжают другие машины, а спидометр говорит о том, что знаменитость передвигается на весьма высокой скорости. Вчера в ночном эфире, по мнению зрителей, Алексей Купин показал свое истинное отношение к Майе Донцовой. Зрители шокированы поведением Леши, который всегда был покорным клоуном, участвуя во всех романтиках и представлениях для зрителей в паре с Майей Донцовой, чего только стоят их наигранные детские свидания. Но вот именно сейчас Купин показал, насколько он устал от проектной жизни и хочет нормальной жизни с работы за периметром. Очевидно, что в ближайшее время ребята покинут проект, а вот вместе Лепорзень покажет только время. Александра Черно призналась фанатом фиктивности брака с Иосифом Аганисяном. Довольно часто ролики Черно привлекают внимание многих интернет-пользователей, а все из-за того, что в них участница Дома-2 откровенно отвечает на те или иные вопросы подписчиков. Несколько недавних сторис не стали исключением. Оказалось, что фанаты реалити-шоу до сих пор не верят в то, что Александра и Иосиф на самом деле поженились, поэтому попросили Черно опубликовать в сеть снимок свидетельства о браке. Впрочем, девушка не стала выкладывать в микроблоге фото документа, а только поинтересовалась у фолловеров, зачем им видеть данное подтверждение. В результате читатели сделали свои выводы. По мнению некоторых подписчиков Саши, она не публикует в социальные сети свидетельства о браке только потому, что он является фикцией. Нужно сказать, что Черно предположение фанатов подтвердило. Отмечу, что не все поверили в заявление Александры. Многие преданные поклонники Черно и Аганисяна уверены, что девушка ответила так только для того, чтобы ее оставили в покое. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. , что вам понравилось. До новых встреч!